А сейчас устроитесь поудобнее, сделайте глубокий вдох и посочувствуйте жителям Норильска, которые такой роскоши позволить себе не могут. Норильск стабильно сохраняет за собой статус города с самым загрязненным воздухом в России. Объем выбросов этого города с едва 200-тысячным населением в два раза превышает объем выбросов в многомиллионной Москве. 2 миллиона тонн выбросов в Норильске против 1 миллиона тонн за год в Москве. С начала 2000-х Росгидромет заявлял, что предприятия Норникеря несут ответственность за 10% всего загрязненного атмосферного воздуха. Нет, не в Норильске, во всей России. Несмотря на это, существующая в городе комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды не функционирует аж с 2003 года, объясняя это треснувшим бюджетом. Отсутствием необходимого помещения и оборудования. 8 лет назад, в 2012 году, суд обязал орган экологического контроля Норильска создать новую лабораторию по мониторингу загрязнения окружающей среды за 80 миллионов рублей. Поскольку этот пункт попал в перечень поручений, утвержденных Путиным, строительство лаборатории со скрипом началось и в 2015 году даже завершилось, после чего должно было начаться ее техническое оснащение. Казалось бы, наконец-то появилась возможность получать достоверные сведения о загрязнении воды и воздуха в Норильске, поскольку в публикуемые сводки эти данные попросту не попадают. 8 октября 2019 года в центральном районе Норильска произошло загрязнение атмосферного воздуха, при вдыхании которого у людей наблюдалось сильное раздражение верхних дыхательных путей, першение и кашель и глаз, обильная слезоточивость. По данным филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, среднесуточная масса диоксида серы в воздухе в этот день превысила максимально допустимую концентрацию в 10 раз. Однако врач из того же Центра заявила, что, цитата, выбросы оксида серы не повредили существенного изменения природных свойств, то есть загрязнения атмосферного воздуха. Председателям местной общественной организации «Мой дом» такое развитие событий не устроило, и чтобы добиться проведения проверки и выяснить, что стало источником загрязнения, он обратился в полицию. В полиции заявили, что люди с жалобами на отравление воздухом в больницу не поступали, как не было и обращений в Роспотребнадзор. А итоговое постановление гласило, при проведении проверки выбросов определенного предприятия, расположенного на территории Норильска, загрязняющего атмосферный воздух, установить не представилось возможным. В возбуждении дела отказать. Минуточку, какой еще Центр гигиены? А как же новая лаборатория? Неужели с 2015 года ее так и не оснастили? Вы не поверите, но обнаружить следы этой вроде бы достроенной еще в 2015 году лаборатории за 80 миллионов вестнику оптимизма не удалось. Зато в 2019 году на задушенном промышленном смогом горизонте Норильска замаячила некая передвижная лаборатория. Вот вы можете видеть ее на фото. Правда, это еще не в Норильске, а в Сибири. Норильску эту кибитку на колеса для мониторинга качества воздуха еще только пообещали. Россия – технически высокоразвитая страна. Тренд на экологичность – это неизбежность. Гордо сказала тогда глава Роспроднадзора Светлана Родионова. Кстати, если вы хотите узнать про Родионова более подробно, смотрите недавнее расследование Алексея Навального о доходах этой чиновницы. Тренд на экологичность. Прости ее, Грета. Наша обязанность – обеспечить своих граждан качественным чистым воздухом. Норникев делает много в этом направлении. На сегодня забюджетированы колоссальные средства, которые потратят только на новое и лучшее, в том числе в смысле экологической безопасности, резюмировала Родионова. И ушла праздновать Новый год, поскольку дата публикации ее воодушевляющей речи была 12 декабря. Отгремел Новый год, Родионова вернулась в каникул, и следующая публикация датируется уже 25 февраля. По информации ТАСС, со слов Родионовой, в течение ближайших двух месяцев в Новильске будет создана стационарная лаборатория в рамках федерального проекта «День сурка. Чистый воздух». Цитата. «Она, тут имеется в виду лаборатория, будет стационарной, потому что передвижная там неэффективна. Ну надо же, в течение двух месяцев она будет уже полностью. Мы выбрали для нее помещение, мы закупаем оборудование, мы проходим соответствующие сертификации. Она там будет впервые за все время существования». Росприроднадзора. Конец цитаты. По примечанию ТАСС, ведомство существует уже 15 лет. Слушайте, а что же тогда построили в 2015 году? 80 миллионов куда дели? Дальше вы примерно уже можете представить, что произошло. Случился коронавирус, и тут, как говорится, закончили предложение. Уже вряд ли кому-то было до лаборатории. Впрочем, Норильску ковид пошел на пользу, ведь благодаря ему воздух вместе с природой над Норильским хоть немного очистился. Сейчас вы можете подумать, что вестника оптимизма под воздействием светильников в храме Министерства обороны немного поехала кукуха, с чего вдруг я рассказываю сказки до коронавирусной эпохи, давно поросших мхом, залитые соляркой. Когда две недели назад в Норильске пролился и утек в акваторию шестимесячный запас дизельного топлива. Не волнуйтесь, я все помню, в том числе и о том, что природа Норильска так охуела от отравления чистым воздухом, что не стала этого терпеть и, как мы помним из прошлого выпуска вестника оптимизма, ответила внезапным подтаиванием вечной мерзлоты. А теперь самое интересное. Если вы забьете в поисковик «Норильск авария», «Нарникель ЧП» или что-то в этом роде, о ситуации с разъем топлива вы не сможете найти никаких обновлений. Статьи дублируют одна другую, переставляя те же самые слова в разном порядке. МЧС знал-не знал, Нарникель знал-не знал, автомобиль загорелся, произошла утечка, президент всех отругал и так далее. Ни слова о том, какие работы ведутся, как они продвигаются, где, черт побери, находится дизельное пятно, ну хоть что-нибудь. Норильское безмолвие. По материалам РБК от 8 июня новее сведений не было. Послам главы Росприроднадзора Светланы Родионовой, теперь она, видимо, радеет за чистую воду, задача ведомства не допустить повторения аварий, случившейся в Норильске. Профилактика аварийных ситуаций должна работать на постоянной основе. Конец цитаты. А до этого, я прошу прощения, она как работала? А она вообще работала хоть когда-нибудь. В целях профилактики сотрудники Интек начали откачивать топливо из хранилищ, построенных так же, как резервуар на территории ТЭЦ-3. Очень интересно получается, в целях профилактики чего именно? Да, мы уже слышали про коварную вечную мертвоту, которую во всех бедах обвинили все. От вахтера до директора. От Потанина до генпрокуратуры. Но поскольку вестник оптимизма все-таки несет в себе и научно-просветительскую миссию, рассказываю. Во-первых, при строительстве в условиях вечной мерзлоты фундаменты объектов устанавливаются на сваи, загубление которых всегда делается ниже точки вечной мерзлоты. То есть при оттаянии верхнего слоя грунта просадка исключена. Это вам не элитные ЖК-постройки, где падают лифты и взрывается газ. Это советская стройка. Во-вторых, за зиму вечная мерзлота аккумулирует холод и сейчас мерзлота как раз самая мощная. А максимальное оттаивание происходит только ближе к осени. Ну а в-третьих, в данном конкретном случае особенности вечной мерзлоты вообще не имеют никакого значения. Поскольку стало известно, что под ТЭЦ-3 ничего не могло подтаять просто потому, что все цистерны стоят на скале. Тем не менее, официальная презентация Норникера о ликвидации последствий катастрофы от 9 июня в качестве основной причины аварий по-прежнему указывает коварную вечную мерзлоту. Презентация опубликована на их сайте и находится в общем доступе. Кроме указания подтаивания вечной мерзлоты, единственное, что еще удалось из нее подчеркнуть, это то, что Норникер предполагает, что 90 процентов разлившегося топлива не удастся собрать никогда. Ни на одном русскоязычном ресурсе обнаружить эту информацию не удалось. Это к вопросу о безмолвии. Они имели не только СМИ, они имел даже Телеграм. Но пролилось там где-то на крайнем севере. Так уже две недели прошло. Чего об этом париться? Ни одного видеорепортажа с места событий. Хотя стоп, надо быть объективным. Целых два видеорепортажа. Один авторство Эхо Москвы. Даже не тратьте время. С финальным кадром плаката о голосовании за поправки в Конституцию. И второй на YouTube-канале редакция. Команде Алексея Пивоварова улыбнулась удача. В кратчайшие сроки им удалось не только провести съемку на объектах Норникеля, но и взять интервью у хозяина предприятия. И всего Норильска. Владимира Потанина. Безусловный эксклюзив. Безусловный успех. Однако, по следам этого специального репортажа, у аудитории канала редакции остались следующие вопросы. Почему Алексей не работал над такой масштабной темой сам, а направил дебютантку? Почему корреспондентка редакции не задала ни одного релевантного вопроса? Почему специальный репортаж, призванный осветить крупнейшую экологическую катастрофу на Крайнем Севере, длится 17,5 минут. Вместо привычного зрителям – часа. Половина из которых отдано каким-то не связанным с катастрофой фактом из истории города. Почему команду редакции по прибытию в Норильск не посадили на 40-дневный карантин? Например, журналистов «Новой газеты» Елены Костюченко и Юрия Козырева не то что на пушечное выставление подпустили к объектам Норникеля, но и застав их, вероятно, за съемкой загаженных останков северной природы, составили на них протоколы за административное правонарушение в виде нарушения карантина, что не позволило им выполнить реакционное задание. И самый главный, оставшийся без ответа, вопрос, заявленный темой самого репортажа редакции – кто виноват в этой экологической катастрофе? Реакция YouTube-общественности на этот ролик стала едва ли не более бурной, чем на саму катастрофу. Количество дизлайков существенно превысило количество лайков и уже перевалило за 54 тысячи, а количество комментариев превысило 19 тысяч. В комментариях люди задают все перечисленные вопросы, интересуются ценой, за которую Алексей Пиаваров по их мнению продал свою репутацию, и сходятся во мнении, что таким образом через YouTube им пытаются навязать позицию федеральных каналов. На шквал критики Алексей Пиаваров отреагировал постом в своем инстаграм-аккаунте. На момент записи «Вестника оптимизма» особого действия это не возымело, и поток критики в сторону редакции не иссякает. Если вы располагаете какой-то информацией по поводу развития событий в Норильске, поделите в комментариях. Теперь можете выдыхать.